приехали туристов замок стоит 2 евро весьма гуманная цена сюда поворачиваем заходим становись тогда за руль выбирай место бросай якорь сейчас здесь будет совершенно все по-другому алчно скупать босоножки одежду что-то еще они антики мы все равно идем под мотором потому что хоть ветер есть немножко не хватает медленно мы решили заниматься чепухой короче вот эти островки уже более зеленая конечно а вот этот сам пелопонез там вообще еще более зеленый он уже на склонах только зелени находится прикольно приехали вот мы стали в этом маленьком городочке как он называется метоне надо будет сейчас сходить в эту крепость и посмотреть что там интересного происходит а так место очень прикольно какой городочек красиво лодочки стоят в бухте вот такая вот швартовка для тузиков вот наша лодочка стоит да прикольный носик туристов пляжик в этот замок мы сейчас пойдем а потом что-нибудь перекусим на девочка тут вряд ли будут сандалий тут не будет смотри тут тучи и все зеленое после конечно остальное греции вот эти вот деревья такие хвойные вообще удивительно а вот и кафешки кстати в которые я предлагаю потом и пойти прикольно оливково дерево такое вокруг гормота плетина смотри прикольно ну и оливочки маленькие растут из этого ресторан чем красивый вид давить вообще видно витю сидишь короче медитируешь такой да прикольно какой сил на завтрак потом хопа уже вечер машина времени какой замок огромный прикольно обязательно нужно идти туда на самый край обязательно какая наша жизнь как сразу уходим а все почему потому что мы идем кефалонию а наши друзья остаются здесь ведь а пока замок стоит 2 евро весьма гуманная цена потому что уже я привык что куда не приди там 15-20 даже в той же греции а тут два почему непонятно нравится прикольно то что не очень много людей как это странная дырка письма ядреные склады сам замок я так понимаю что был выход просто сюда как на какой-то порт старый древний порт прикольно прямо волны залетают выходи посмотреть на риски через мостик красиво нет что это море не пахнет как океан а это мах пахнет опять конечно лодочка заходит прикольно я тут такой проход чувствуешь такой много соли очень в воздухе такие камни какая эрозия почвы да ползи на камни прикольно это я так понимаю уже непосредственно замок сам вход сюда стоит 2 евро вот наша лодочка стоит и тут вообще в бухте куча лодок мы самое крайне ну а сегодня отсюда уходим поэтому если бы мы тут решили стоять дольше мы бы конечно стали вот здесь посредине больше якоря вымотали да как мы уходим сегодня тут снаружи не проблема все равно мы сейчас на лодке не находимся то есть это качка нас не смущает прикольная такая крепость именно на краю да на углу он за ней и наши туристы ходить кандалами гремять нас не видеть так как мы вам уже говорили наши друзья вчера вечером решили остаться в городе в котором мы показывали эту прекрасную маленькую церковь вчера еще вечером мы ужинали с нашими друзьями но они решили остаться в городе потому что оттуда будет удобная логистика до афина мы же вечером подняли якорь и ушли и вот всю ночь у нас был ночной переход нам нужно было пройти там чуть чуть больше чем 100 миль но для нас такие переходы они не являются вообще никакими не сложными никакими вот мы сейчас подходим к острову за кинтас нам осталось 5 миль до острова вот вы можете на него посмотреть его уже видно хорошо мы еще будем идти вдоль него там миль двадцать а затем мы подходим к фалонии откуда мы уже будем дальше переходить в италию с новой командой нашим друзьям видео сыры большой от нас привет спасибо что к нам приехали ждем вас снова в гости когда будет время может быть уже не в средиземке тоже будем рады вот а с утра над нами висел вертолет костгарда не знаю что они смотрели я уже не спал в кокпите они так низко пролетели зависли вот тут все таки идет мониторинг того кто ходит на яхтах традиционно при подходе в бухту тут раздуло получается wind acceleration zone and wave acceleration acceleration zone то место когда где раздувает все и волны большие но мы сейчас еще немножечко дальше зайдем туда вперед и это все прекратится и мы свернем паруса потому что сейчас не использовать ветер чтобы пройти там 8 миль за час а не пять ну так делать конечно же нельзя мы используем все возможности и накаленимся конечно это большой такой залив вот его видно и в конце этого залива будет поворот направо вот такой у нас сейчас крем мы уже зашли в бухту вот это левый берег правый берег вот близко нас немножечко разворачивает потому что мы идем с небольшим передозом со скоростью больше 8 узлов но нас этим не остановить там в конце будет поворот направо и сейчас мы расходимся с яхтой это где-то она тут есть вот она выходит мы заходим и будем начинать процедуру убирать паруса да диночка будем убирать паруса хорошо вот мы подходим к фолонии уже ее видно хорошо вот этот сам остров он достаточно большой над ним облака вот такие вот потому что там видимо влажность большая здесь дожди идут и мы прошли мимо пару дождей поэтому здесь все и зеленое такое красивенькое и вот это не конец острова это большая бухта в которую есть заход и вот правой стороны это проход вот между вот этой горой и вот горой слева я надеюсь видно есть проход мы проходим прямо и будет еще один поворот то есть там должно быть все очень очень спокойно и хорошая стоянка говорят там есть марина но я смотрел по карте и читал в интернете она какая-то заброшенная поэтому может мы будем стоять там а может на якоре стоять будем посмотрим я думаю что это разберемся уже по месту очень зелено куча домов высокие горы и на них такие серпантийные дороги а на самом верху стоят ветрогенераторы видимо здесь дует всегда потому что обычно ветрогенераторы не ставят там где не бывает ветра и так как тут на самом верхушке горы вот летят облака возможно там дует постоянно мы уже свернулись идем под мотором белая маяк что такое на уровне воды за ним мы поворачиваем направо и заходим в бухту которая идет вот за вот этими вот горами она идет параллельно той бухте в которой мы идем маячок который на входе во вторую бухту которая нам нужна выглядит это вот так вот мы подходим вот этот маячок и мы идем вот сюда вот тут марина ну посмотрим можно где-то здесь станет мы сюда поворачиваем и заходим а сейчас на будет открываться эта бухта вот мы уже повернули за вот этот мыс сейчас сюда еще чуть чуть дальше заходим поворачиваем дальше направо вот этот мыс вот мы прошли маяк вот он с другой стороны находится маленький городок я не знаю как он называется но идет паромное сообщение вот увидите паром идет на ту сторону то есть мы уже практически повернули но уже можно постепенно доворачивать вправо делается это вот так вот это просто поворачиваю на определенный градус рули сразу поворачиваются в сторону и лодка соответственно начинает маневр поворота и и где-то вот там вдалеке находится марина и наш энкрэйдж во всяком случае я уже вижу там торчащую мачту вдалеке может заходящую ну короче вот куда то нам туда нужно будет это я думаю что еще глубже туда в самую самую туда в глубину лодочки только что прошли паром вот мимо нас винтач а это будет а для того чтобы привязывать большой корабль и попой подходить туда к пирсу тут вон якоринг есть можем за дни на якоре встать на самом деле ненормально хочешь на якоре ну давай становись тогда за руль выбирай место бросай якорь марина такая какая-то ушатаная все это даже не марина это просто лодки стоящие на пирсе там вот видно они просто привязаны вообще никакой инфраструктуры в этой марины нет а тут город действительно большой прикольно на марину мы конечно посмотрим я думаю что мы станем на якорь вот там где стоят все лодки если нам нужно мы будем ездить в город на тузике либо там марину на тузике я думаю что у нас все равно основная наша деятельность будет связана с городом поэтому будем ездить в город на городской пирс поэтому нам наверное будет удобнее и учти эстро идем для таких этих не я тебе помогаешь хочу ты уже сама все дело красивая лодочка красивая лодочка какая у нас глубина 5 отлично вот мы уже начинаем ехать назад я продолжаю разматывать якорную цепь и на выруливает чтобы мы отъехали от всех подальше мы вымотали где-то 45 метров цепи и на отъехала назад нет нет нормально нормально отлично дина отъехала назад вот так выглядит это наша акватория вот 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 лодочка стоит соседская вот опущена тузик разобран спущен бензин подключен рули затянуты сейчас мы поедем искать порт полис я так полагаю что она находится там где находится вот стоят эти ферри и оттуда они а вот скосгард я думаю там находится и порт порт полис сейчас мы туда приедем возможно это вот то белое здание надо будет оформиться сейчас мы едем сдаваться вот прикольно и вот собственно лодочки стоящие вот тут с берега конечно все выглядит совершенно по-другому и вот пирс на которой задом можно выходить и основная центральная улица города кафешечки но это все традиционно пары смотри какая машина дина эта машина которую можно водить прямо в инвалидном кресле ничего себе это круто ничего себе ты видела когда-нибудь такую машину которую можно заехать на инвалидном кресле я я никогда не видел в том чтобы стоять вот в таких вот местах то можно приехать вот поставить тузик прямо вот на вот этой набережке сесть вот в такое кафе и прикольно красивые большие да и много разных класс ну что говорят тут еще очень много черепах черепаху я уже снимал ты одну снимал говорят их тут целые толпы ладно ладно let's figure out let's figure out класс класс такой заполированный пол смотри прикол все начинает работать после шести а в обед тут ничего не происходит сейчас здесь будет совершенно все по-другому будет огромная толпа людей которые будут ходить по этому по этой улице и точно так же как делает сейчас дина алчно скупать босоножки одежду что то еще антики антики все скупать все все а в море вернее не море а залив ну неважно ну что Диночка что ты там ходишь мимо магазинов в Сваровске а? не знаю но ты к нему подошла я видел а я еще пацанаш находится католическая церковь прикольно такой красивый вход где очень есть свой колорит в том что улица есть свой колорит в том что улица вот такая вот пустая и в ней и сейчас никого нету потому что ты идешь абсолютно вот абсолютно никого возможно это даже кафе есть такая вероятность и мы будем жрать суп 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 по демориско туда туда срочно бежим и и и и и вот 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 и вот вот в